Добрый вечер, в эфире выпуск новостей в студии Егор Матаев и прямо сейчас поговорим о главных темах выпуска. Подготовка к Новому году началась на площади Сахарова. Там по традиции устанавливают искусственную ель и строят ледовый городок. 70 беспородных собак приняли участие в Кубке Барбоса, который прошел в Барнауле. О лохматых питомцах, которые соревновались за главный приз через несколько минут. Семь алтайских спортсменов выступят на чемпионате Кубки мира по боевому самбо. Отборочные соревнования прошли в Москве. Как идет подготовка к предстоящим схваткам, узнаете в выпуске. 517 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы в Алтайском крае. По данным оперативного штаба выздоровели 756 пациентов. Также зафиксировано 28 смертей от коронавирусной инфекции. Всего же в крае 107 тысяч инфицированных. Из них 78,5 тысяч выздоровели. 3000 человек с подтвержденным коронавирусом проходят госпитальное лечение. Кроме того, 306 пациентов с подтвержденной вирусной пневмонией также находятся на лечении в ковидных госпиталях. По данным оперштаба тяжелобольных 624 пациента на аппаратах ИВЛ-258. И к другим темам. Подготовка к Новому году началась на площади Сахарова. Там по традиции устанавливают 30-метровую искусственную ель и строят ледовый городок. Среди снежных фигур на площади появится Дед Мороз, Снегурочка и символ года – Тигр. Своё место, как и новогодние растяжки, займет световой фонтан. Его установят на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной. А вот горки на площади Сахарова Бурнаульцам можно не ждать. Отмечу строительство. Отмена строительства повлекли новые требования Евразийского экономического совета по их эксплуатации. Ледовые горки отныне относятся к аттракционам. Соответственно, они должны быть поставлены на учет в Гостехнадзоре. На них должен быть получен обязательно паспорт и сертификат о соответствии всем требованиям безопасности. Помимо этого, на каждой горке должен быть оператор, который обучен и имеет лицензию допуска с данным аттракционом, который будет не допускать самовольного катания, а поочередно спускать желающих к аттракциону. Несмотря на отсутствие горки, место на площади Сахарова не будет пустовать. Ледяное сооружение заменят особым новогодним сюрпризом для горожан – праздничной фотозоной. Такое, говорят в администрации, лучше просто увидеть вживую. До Нового года 25 дней. Однако, почувствовать праздничную атмосферу можно уже сейчас с помощью занятий с зимними видами спорта. К примеру, катание на коньках. Специально для барнаульцев, которые любят проводить активные выходные на катке, мы узнали, какие уже открыты, а какие нет. И как они будут встречать гостей в ситуации с ограничениями COVID-19. Начало декабря, а на краевую столицу еще не обрушились сильные морозы. Поэтому не все катки залиты. Однако, те, которые работают, придерживаются коронавирусных ограничений. Это каток в карантин-арене. Здесь необходимо всем посетителям соблюдать масочный режим. Лиц до 18 лет на входе спросят QR-код. Дети могут посетить этот каток самостоятельно, без дополнительного контроля, но с разрешением родителей. Открытые катки в парках еще не работают, но вход там будет по QR-кодам. Этот каток полюбился всем барнаульцам своей атмосферой. Он расположен на проспекте строителей в зимнем городке у торгового центра. Здесь вход абсолютно свободный и QR-коды не нужны. В Барнауле покататься можно на хоккейных коробках и стадионах. Это знаменитое клевчение. Здесь тренируются конькобежцы. Лед еще не готов, но массовое катание планируют открыть 10 декабря. Вход будет по QR-кодам для лиц старше 18 лет. Детям свободный. Более точный график работы любого кольтка лучше уточнять на официальных сайтах, либо по номеру телефона. Помните, что все ограничения не под отказываться от активного досуга. Алина Пенигина, Николай Бойко. Новости. В Краевой столице начала принимать послание почта Деда Мороза. Опустить письмо в специальный почтовый ящик можно до 31 декабря. Письма ежедневно отправляют в Великий Устюг. В Барнауле новогодний ящик находится в центральном почтовом отделении на проспекте Ленина 54. Чтобы письмо попало к Деду Морозу на конверт, необходимо наклеить марку и указать адрес. Россия. Вологодская область. Город Великий Устюг. Дом Деда Мороза. Почтовый индекс 162.390. Во время отправки главное верить, что все желания обязательно сбудутся. Шестой кубок Барбоса прошел в Барнауле в минувшие выходные. Его участниками стали около 70 беспородных собак. Сколько было номинаций и какие призы ждали лохматые питомцы? Смотрите в нашем сюжете. Любовь к братьям нашим меньшим объединила всех участников кубка Барбоса. Они привели на выставку своих питомцев, которых когда-либо нашли на улице или взяли из приюта, чтобы показать их умение и преданность хозяину. Так Майя Амельченко со своим верным другом Максом поучаствовали в конкурсе. Собаку еще щенком в июне нашел отец девочки в пакете в лесу. Сложили в пакет, завязали потуже и в лес отведли, он теперь им не нужен. Так поступили недобрые люди. Но Макс вспоминать об этом не будет. Его мы нашли и теперь мы друзья. Я не предам его никогда. Среди участников и те, кто искал себе верного друга на просторах интернета. Четыре года назад Елена Мастерова увидела объявление. Отдам собаку в добрые руки. Когда приехали за щенком, оказалось, что отдают не одну, а двух девочек. Забрали не ту, которую видели на фото, а ее сестру. Она с порога подбежала к Елене. С Матильдой, так девушка назвала собаку, случилась любовь с первого взгляда. Породу мы никогда не выбирали, мы брали друга себе. И порода никогда для меня не была важна. Команды, ну она знает на улицу, она знает на место, она знает иди ложись, сели, встань. Маша ее научила дай лапу, сидеть, лежать и конь, то есть вверх. В кубке было три категории беспородистых участников. Богатырь, золотая середина и мини. Также четвертая номинация – ринг приюта «Ласка». Там выступали его воспитанники со своими кураторами. Было очень приятно видеть именно тех питомцев, которые кто-то год, кто-то три года назад взял у нас собачку. И вот пришли и показали, рассказали. Абсолютно разные уровни, конечно, есть собаки, с которыми занимаются именно дрессировкой. И поэтому у них все вот эти выступления, все команды, они выверенные, они все, ну как бы, выполняются беспрекословно. А есть собачки, скажем так, просто залюбленные. И мы тоже дали такой шанс, как в выставке, у нас не было требований к самому выступлению. И поэтому кто-то пришел, просто рассказал про своему питомцу, рассказал какую-то историю интересную. Кто-то пришел со стен газеты, кто-то пришел с семьей, с стен газеты принес и сказал, что вот как их жизнь семейная изменилась, когда у них появилась собака и чему она их научила. В кубке Барбоса все победители. Их без малого 70. Хозяева и их питомцы уже получили сертификаты и призы. Выступления всех участников записали на камеру. За лучшие номера можно проголосовать с 10 декабря на сайте barbos.priuti.ru. А уже 26 декабря будут определены главные победители. Они получат супер-призы для собак, комбинезоны. В этом году выставку провели благодаря президентскому гранту, который выиграл проект приюта «Ласка». Центр воспитания и дрессировки приютских собак «Пора домой». Анна Москаленко, Алина Пенигина, Николай Бойко. Новости. В арт-галерее Щетининых открылась выставка заслуженного художника России Александра Емельянова. Ее приурочили к 70-летнему юбилею автора, а также к 45-летию его творческой деятельности. А я жанровик, не пейзажист, занимаюсь историей нашего края, историей России и народным фольклором и славянизмом. Это мне интересно. Это люди, это такой пласт, который жил, который сейчас живут. Это писать, не переписать, как говорится. На открытии выставки министр культуры региона Елена Безрукова выразила благодарность Александру Емельянову за серию портретов, а также отметила, писать людей, тем более известных, тяжело, а сделать так, чтобы они были похожи сами на себя – высшее мастерство. Художественный мир художника Александра Емельянова уникален, я думаю, никто не сомневается. Потому что такое, с одной стороны, всегда возникает у меня сказочное ощущение, с другой стороны, мы присутствуем при персонажах исторических событий, фигурах, которые мы, с одной стороны, знаем, а с другой стороны, иногда это какие-то обобщенные образы, эпохи. Посетить выставку можно по адресу проспект Социалистический, 78, в будни с 10 утра до 7 вечера, по выходным до 18.00. Вход свободный. Семь спортсменов из Алтайского края выступят на чемпионате Кубки мира по боевому самбо. Отборочные соревнования прошли в Москве. Как идет подготовка к предстоящим схваткам, расскажем в сюжете. Ежегодный турнир памяти мастера спорта по самбо Владимира Щетинина вновь собрал лучших бойцов со всего Алтайского края. На соревнования заявились почти 70 спортсменов. Для семи из них турнир стал подготовкой к предстоящему чемпионату и Кубку мира по боевому самбо. В этом году организаторы международной организации боевого самбо сказали, что будет такая возрастная категория. Мы провели, съездили, поучаствовали на Кубке и заняли первые места и отобрались именно шестилетние дети. Кто-то у нас выступает по разделу поединки, где идет волноконтактные бои, а кто-то выступает по разделу борьба, поэтому каждый спортсмен готовится в своем направлении, работает с тренерами индивидуально. Причем шестилетних бойцов сложно назвать новичками. Малыши занимаются по 2-3 года. Мне интересно бороться. На гимнастике не можешь научиться за себя постоять. Бывает сложно, бывает нет. А в чем бывают сложности? Например, против тяжелых. А вот Максим Морозов занимается самбо 4 года, сейчас спортсмену 10. О том, как он заработал путевку на Кубок мира, можно снимать блокбастер. Перед последней схваткой на первенстве России он получил серьезную травму, но вышел на ковер и победил. Теперь Максим покажет свой боевой характер на международных соревнованиях. Я сначала не дооценивал их, когда уже понял, что сильный, и начал пытаться с ними бороться. Получил травму на соревнованиях, но буду готовиться усиленно. Представят Алтайский край Михаил Дымов. В свои 19 он уже тренирует детей и судит соревнования. Михаил стал абсолютным победителем среди юниоров. В результате вышел на первенство мира. Также он провел три поединка среди мужчин. По юниорам мыслил холодной головой, подходил рассудительно, не видел никаких проблем. А по мужчинам уже немного пришлось задумываться. Выходили и 30, и 35 лет, и морально уже было тяжеловато. Но ничего, боролись. Какие результаты покажут алтайские самбисты, узнаем уже в начале января. А пока спортсменам предстоит тренировочный процесс, чтобы привести с международного турнира в Москве золотые награды. Вадим Слюсарев, Алина Пенигина, Николай Бойко. Новости. И в продолжении темы. Алтайский биатлонист завоевал бронзу в эстафете Кубка мира. Баскетбольный клуб Барнаулу уступил на домашней арене. Лига Бро провела очередной тур. Артем Тарасов подвел итоги спортивных выходных. Воспитанник Заринской школы биатлона Даниил Серохвостов заработал бронзовую медаль в эстафете на этапе Кубка мира в Швеции. Алтайский спортсмен вышел на втором этапе. В ходе гонки он допустил два промаха и показал лучший лыжный ход. Такое достижение увеличивает шансы Даниила на попадание в состав Олимпийской сборной. В лыжных гонках еще одна спортсменка с Алтая Яна Кирпиченко стала восьмой. Она стартовала на первом этапе в составе второй команды России. Баскетбольный клуб Барнаул уступил темпу из Ревды со счетом 78-83. Матч прошел 4 декабря в спорткомплексе «Победа». Соперником хозяев был бронзовый призер Суперлиги-1. Сейчас барнаульцы на седьмом месте. Следующий матч они проведут также на домашней арене 7 декабря в 19.00. В гости приедет Екатеринбургский «Уралмаш». Молодежная футбольная лига «Бро» провела второй тур юбилейного сезона. Первыми на поле спортклуба «Темп» встретились команды «Бро Силона» и «Заря ФБФ». По всем прогнозам аутсайдерами считались футболисты «Зари». Однако это не помешало им сделать сенсацию и переграть синегранатовых со счетом 2-1. Следующий матч получился действительно напряженным. Снежный барс и Академия «Динамо» закончили основное время в ничью, а победителя в серии пенальти удалось определить только после 12-го удара. В итоге победа барсов в 11-метровых 9-8. В заключительном матче тура «Темп» разгромно победил «Актуалтай» со счетом 4-1. Артем Тарасов, новости. К этому часу у меня пока все. Итоги сегодняшнего дня подведем, как всегда, ровно в 20.30 в прямом эфире на телеканале «Катунь-24». Увидимся, до встречи.